Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. С какими итогами завершает работу в 2021 году Дума городского округа Самара? Какие планы работы у городского парламента в 2022 году? На что будут направлены основные статьи расходов нового городского бюджета? В нашей студии Сергей Рязанов, заместитель председателя Думы городского округа Самары. Сергей Владимирович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Ну, год практически завершен. Уже осталось совсем немного. Вот давайте для начала подведем итоги работы Думы городского округа Самара в 2021 году. Год был, конечно же, непростой. Ну, основное направление у нас было опять социальный блок. Мы хотели бы отметить, в этом году у нас было открыто две школы. Это было в Новой Самаре и на пятой просеке долгожданная первую очередь у нас в этом году была запущенная. Я считаю, это одни из важных достижений. Две школы, на самом деле, за один год. За один год давно? За один год, да. Давно такого не было? Да никогда. Это очень важно. Вот. Кроме этого, что еще? Давайте вот дальше пойдем, так сказать, вот итоги года. Хотел бы отметить, еще у нас открылась замечательная вертолетная площадка. Каждый житель города ее знает. Это такое место притяжения, куда приезжают, показывают гостям города туда, проводят свое свободное время. В этом году в рамках опять федерального проекта она была отремонтирована капитально и приняла, и открыто приняла жителей города. Мы с вами, я думаю, все были там и оценили эти виды работы. Ну, давайте тогда так вот скажем, вот пройдемся давайте по рэперным точкам. Вот. Что бы вы еще отметили вот в целом? Ну, и как, вот здесь важный ведь какой момент? А роль думы какова здесь? Вот школы, вертолетная площадка? Потому что это ведь на самом деле, ну, работают не только законодательные органы власти, но и администрация. Думают представительные органы власти. И прежде всего это представители от населения, которое выбрало депутатов, а это выбирают. Люди им доверили. И поэтому на все эти наши начинания с благоустройством города, по школам, именно депутаты заносят и закладывают в бюджет. Вот давайте поговорим тогда о благоустройстве. Вот что бы вы отметили? Ну, как уже сказал, да, повторюсь, это вертолетная площадка. Очень знаковое место. И еще одно долгожданное место, мимо него мы часто проезжаем, посещаем. Это сквер борцам революции рядом с фабрикой кухни, которая, мы видим, у нас восстанавливается. Мы уже видим, ремонтные работы практически завершены. И рядом у нас есть сад баланса. Замечательный сад, где мы также можем проводить свободное время. Это, мне кажется, очень замечательная такая площадка для отдыха. Она как раз и совмещает. У нас рядом музей Самар космической, мы знаем, да. В дальнейшем будет, на следующий год, работы начнутся по планетарию. Это также там рядом находится фабрика, кухня. Вот именно это такой вот исторический кластер, который сад баланса теперь у нас объединяет. И он уже, именно сад баланса в этом году был открыт. Были посажены деревья, благоустроена территория, которая очень долгие годы оставалась заброшенной. На сегодня, мы видим, она благоустроена и готова принимать жителей нашего города. Вот ситуацию экологическую, как бы вы охарактеризовали за прошедший год? Что изменилось? Каким был этот год? Экологическая ситуация мы по программе, также по федеральной, у нас идет очистка сточных вод. Мы ушли от хлорирования и очищенные уже сточные воды у нас попадают в Волгу. Плюс, мы с вами знаем, в районе Волгаря также у нас сделаны очистные, проводили. И с общественниками, и с депутатами туда выезжали. Там установлено новое современное оборудование, которое производит полноценную очистку. Вот если тогда возвращаться к социальным объектам, ситуация с детскими садами, вот на ваш взгляд, что происходит, как меняется, что вас устраивает, что вас не устраивает, вот как и депутаты, и заместители председателя думы? — Прежде всего, и должно устраивать жителей, мам, родителей, папа, что они будут иметь возможность устроить в ясельные группы, в детские сады и в дальнейшем школу в ближайшей доступности от мест, где они проживают. И если мы видим сокращающиеся очереди, это уже положительный пример. В этом году у нас также будут построены два детских садика. Это Московское шоссе, Ташкентское и садик Ана-Подшипниковый. Это два дополнительных новых садика, которые будут введены у нас в эксплуатацию, и в дальнейшем примут наших деток. — А там какая мощность? Вот сколько они примерно примут? Пока сейчас есть уже информация? — Да, есть по территориям и по детским садикам. Но если возвращаясь к садику Ана-Подшипниковым, мы с вами знаем Октябрьский район, где строится очень много домов, очень плотный, и на самом деле этих детских садов не хватает. Очереди есть. И в дальнейшем уже сейчас рассматриваются площадки, готовятся для дальнейшего строительства школ и детских садов. Потому что вот особенно по Октябрьскому району, там эта ситуация, она острая. — Ну, она как бы и будет на самом деле еще, наверное, определенное время острая, потому что там действительно построено очень много нового жилья. То есть, с одной стороны, оно необходимо, с другой стороны, когда появляются многоэтажные дома, возникает потребность. — Мы это должны делать одновременно. И жители, когда покупают квартиры, они должны страдать от нехватки этих мест. Когда появляются у нас детки, это же хорошо. — Однозначно. — Да, мы должны своей стороны обеспечивать именно местами и в ясельной группе, в детских садах, в дальнейшем в школе. — Сергей Владимирович, для вас лично этот год был каким? Вот вы вот что бы вспомнили? — Ну, год, наверное, очень насыщенный. У нас в этом году прошли выборы в Государственную Думу, в Губернскую Думу. — Часть депутатов Городской Думы, соответственно, перешли в Губернскую Думу? — Часть депутатов у нас перешли в Губернскую, но помимо выборов, была проведена работа очень большая и по благоустройству дворов. Мы с вами знаем программу «Комфортная городская среда». Дороги и много того, что сделано в городе, жители что могут у нас оценить? Всегда познаются сравнения, иногда посещаешь другие города и возвращаешь в Самару. Но Самара у нас прекрасный, замечательный город. И реально видно каждый год изменений. Вот на примере, знаете, интересно, открываешь там Яндекс.Карту. — Так. — И в Яндекс.Карте есть, можно посмотреть фотографии предыдущих годов. И вот именно там иногда у нас глаз просто, когда каждый год происходит что-то делается, он замыливается. — Мы не замечаем изменения, на самом деле. — Да. А здесь, вот открывая вот эти вот фотографии предыдущих годов, мы с вами видим яркие изменения. И благоустройство, и ремонты фасадов, которые у нас продолжаются. — А вот лично ваши достижения, вот что вы считаете своим достижением? Вот и как депутат, и как заместитель председателя думы, вот, ну, по итогам 2021 года? — Ну, в первую очередь, это принятие нашего бюджета, с его направленностью опять, оно социально ориентированное. — Ну, мы об этом чуть позже поговорим, да. — И по работам, да, по направлениям. Как депутата, это выполнение наказов избирателей, прежде всего. Когда ты приходишь к людям, и тебе не стыдно за какие-то свои действия, и видим по обращениям, как они отрабатываются. Это, прежде всего, работа депутата. Плюс я как депутат именно от Самарского района, да, и координатор проекта «Историческая память», которым я являюсь по Самарской области, у нас на территории Самарского района в этом году продолжаются работы по ДК Держинского. Мы знаем, это находится на улице Пионерская, Степан Райзина. Также у нас работы Фрунзе 112-114 зданий ФМС. Работа в этом году был сдан проект, и реставрация завершена. Это храм Михаила Архангела, который находится в поселке Шмидта, на Выверском монастыре. Один корпус у нас трапезный был завершен. Сейчас проводится работа по сельстринскому корпусу. Это мы знаем такой масштабный проект. И такой вот исторический кластер на территории храма, который, где у нас многие горожане посещают, эти работы продолжаются в ближайшее время, также будут восстановлены. Давайте тогда поговорим поподробнее о проекте «Историческая память». Расскажем нашим зрителям, зачем он существует и какие его цели и задачи. Потому что вы как бы человек, который его возглавляет здесь на территории губернии. Основные задачи — это сохранение исторической памяти. Направлений несколько — это и восстановление зданий, которые важны для города, для истории, касаемо реставрации. Другое направление — патриотическое воспитание. У нас проходят конкурсы школьных музеев, сельских музеев, где определяются победители. Победители Самарской области побеждают на федеральном уровне, где получают также федеральные призы. Первое место в федеральном уровне получают по 500 тысяч музеев. Для школьных музеев это довольно-таки большая сумма. Это большие деньги. Другое направление, мы знаем, у нас проходит диктант победы, где мы принимаем участие. И Самарская область по количеству участников у нас в этом году заняла первое место, по количеству площадок второе место по территории Российской Федерации. Но проект у нас стал масштабным, международным. У нас принимают и другие страны, не только союзные республики, которые были у нас, но и другие страны во всем мире. Диктант победы, там принимает участие более полутора миллионов человек. Это, опять-таки, знание истории, которые... Там было 20 вопросов у нас, это общефедеральная повестка, и 5 вопросов, это касаемо истории нашего региона. Вот этот диктант, его кто проходит? Это добровольная вообще история? Или это, ну, такой, скажем так, вот как это все организовывается? Конечно, это добровольная. Активно в этом принимают участие там жители нашего города разных возрастов. Это не только школьники, но и люди уже в возрасте. Нам активно помогает волонтеры победы в этом движении, в организации, проведении диктанта победы. Но он только для подростков, он только для детей, нет? Он для всех, я уже сказал, там и пожилые люди принимают участие. Обязательно, я ежегодно прохожу. Ежегодно проходите? Да. Хорошо, вот человек, который... Я не спрашиваю, сколько вы набрали баллов, на самом деле это, наверное, не так важно. Вот человек, который... Там есть победители? Да, есть победители. И у нас победитель в этом году был делегирован на парад победы на Красной площади. Был отдельный билет, по которому человек поехал и принял участие именно в параде 9 мая на Красной площади. Это за бюджетные деньги, то есть, соответственно. То есть, он не платил. То есть, вот делегировал, это имеется в виду, что ему купили билет, и он приехал, и, соответственно... Да, конечно. Вот таким образом. А кто это был? И попал на площадь, это был пропуск, это житель Створопольского района. То есть, это был человек даже не из города? Да, это не из города Самары, это житель Створопольского района. Это пришла мама с ребенком, решила поучаствовать и стал победителем. То есть, мама даже выиграла? Да. Как интересно. А вот, смотрите, а каким образом это оценивается? Потому что ведь... То есть, это существует некая комиссия экспертная, которая... Потому что, наверняка, есть целая группа людей, которые отвечают достаточно близко по уровню. Есть два основных критерия. Это ответы правильности ответов и время написания. По этим двух критериям и оценивается, есть правильный или неправильный ответ, и время написания диктант. Соответственно, она вот оказалась в данной ситуации лучшей. Победитель, да. Написала быстро и правильно. Она историк профессиональный? Нет. Потому что, ну, вот такие знания, это удивительно. Ну, видимо, хорошо. Готовит уроки вместе с сыном. Ну, вот это, кстати, вполне возможно. Давайте поговорим вот о планах работы тогда, для начала вот этого проекта «Историческая память» на 22-й год. Что предполагается? Понятно, что сейчас очень сложно планировать, потому что ситуация вот с ковидом, она очень часто, к сожалению, выносит изменения. Но, тем не менее. Давайте мы все-таки, наверное, к 21-му годом пока остановимся. Хотел бы заакцентировать еще внимание по нашим ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, где депутаты не только там принимают с поздравлениями участие, но они и помогают при вознакомении каких-то вопросов у ветеранов. То есть за каждым ветераном взял шефство депутат. Депутат Государственной думы, депутаты Губернтской думы, депутаты Городской думы. То есть вот, к сожалению, у нас каждый год уходит все больше и больше ветеранов. И каждому из них мы должны наказать максимальную поддержку, оказать максимальную заботу. У нас в рамках, опять-таки, исторической памяти проекта были в 2020 году розданы телефоны, где бесплатная связь, бесплатные все экстренные службы в телефоны вбиты, и у каждого ветерана есть сейчас эти телефоны, по которым он может обратиться. Вы сказали, что за каждым ветераном закрепляется депутат. Депутаты вышли инициативой, никто никого не заставляет. Я понимаю, что это была личная инициатива. Что они делают? Вот обратился ветеран к депутату. То есть он помогает ему решать любые вопросы, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Начиная от бытовых, нет воды, не почищен снег, капает кровли. Любые вопросы требуются помощи ветерану. Депутат максимально должен оказывать содействие. То есть чтобы все, что касается здравоохранения и так далее, чтобы у него не было никаких проблем, скажем так, бытовых и жизненных на текущий день. То есть он ему помогает, либо он, либо его помощники? Да, совершенно верно. Ясно. По поводу планов на 2022 год все-таки будем возвращаться? Ну, как я уже сказал, у нас уже продолжается, если в рамках исторической памяти, у нас продолжается работа по многим объектам. И также в 2022 году мы планируем провести все мероприятия и по школьным музеям, и также провести диктант Победы. Все эти мероприятия продолжаются. И плюс, я хотел бы тоже еще рассказать, у нас такой проект, это уход за могилами ветеранов, где также депутаты принимают, и администрация принимает у нас и мемориальное кладбище городское, мы с вами знаем. Не только в преддверии каких-то праздников, но осенью, весной, в преддверии 9 мая. Опять-таки вместе с волонтерами, с общественными организациями. Эта работа у нас дополнительно проводится. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, и затем продолжим нашу беседу. Поговорим в 2022 году, поговорим в том числе о бюджете. Такой важной составляющей. Спасибо. Бюджет города на 2022 год сохраняет социальную направленность и будет бездефицитным. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как образование, ремонт дорог, транспорт, ЖКХ и благоустройство. Доходы и расходы бюджета составят свыше 17 миллиардов рублей. Главный финансовый документ утвердили депутаты городской думы. В заседании приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Из года в год бюджет города, конечно, имеет социальную направленность. По-другому и быть не может, потому что мы работаем на людей. И, в общем-то, все наши траты, все наши заботы должны в первую очередь касаться решения их проблем. Да, у нас 47% направлено на социальную политику, и, как я уже сказала, и образование, и культура, физическая культура, и спорт, социальная политика. Мы в этом бюджете сохранили все социально защищенные статьи, постарались предусмотреть все необходимые расходы на социальную сферу, ну и, безусловно, постарались учесть пожелания граждан, которые доходят до администрации через депутатов, через народных избранников. В следующем году существенную часть средств направят на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ. Это порядка 12 миллиардов 600 миллионов рублей. На предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий выделили 20 миллионов рублей. Кроме того, у администрации по предложениям депутатов предусмотрены дополнительные средства в размере 12 миллионов 800 тысяч рублей на организацию льготного питания учащихся школ. Деньги направят и на строительство объектов образования, проектирование и строительство дорог. Также закупят квартиры для переселения людей из аварийного жилищного фонда. Учтены все требования с принятием указа президента по поводу имрота и инфляционных процессов. То есть, если вы помните, в прошлом году это было в пределах 15 миллиардов, сегодня он превышает 17 миллиардов. Но и, чтобы было понимание, бюджет собственный, здесь не учтены консолидивные усилия, так сказать, не регионального, не федерального бюджета. Тем не менее, работа с бюджетом 2022 года не закончена. В дальнейшем главный финансовый документ будет дорабатываться, чтобы можно было решить наиболее острые проблемы города. Кроме того, ожидается традиционная поддержка из вышестоящих бюджетов. Планируется, что доходы на 2023 год составят свыше 18 миллиардов рублей. А в 2024 году в казну должно поступить более 19,5 миллиардов рублей. Сергей Владимирович, так, бюджет важный, сложный, без которого невозможно жить, на самом деле. Первое. Насколько я понимаю, еще раз уточняю, у нас на следующий год принят бюджет бездефицитный. Да, совершенно верно. То есть, это важная, на самом деле, история. Почему? Потому что у нас давно не было такого, чтобы расходы и доходы совпадали практически. А как удалось вообще этого добиться? Ну, здесь, наверное, прежде всего, формирование этого бюджета. У нас есть кредиты, которые мы обслуживаем. Город мы в любом случае берем, и для каких-то мероприятий, для участия в программ нам постоянно с вами нужны деньги. Многие программы, которые сейчас реализуются на территории, не только там городского округа Самара, но и территории Самарской области, они требуют сфинансирования. Сфинансирование от городов, от муниципалитетов, которые проходят. Если возвращаясь к финансированию дорог, у нас есть комфортные, безопасные дороги. Мы с вами, многие эти все программы у нас на слуху, но именно они социально направлены. Именно жители выбирают, какие дороги делать, какие дворы благоустраивать, какие общественные территории. Здесь идет голосование, поэтому сами жители и создают заявки, и в дальнейшем за это, за все голосуют. Потом в течение года это все реализуется. Вот говорят часто, что бюджет социальный. Вот давайте объясним людям, вот в чем его социальность, вот почему он социальный. Ну, прежде всего, основная часть бюджета – это образование. В этом году дополнительно деньги были выделены на питание в школах, дополнительно деньги выделены на ремонт школ. Школ не только коридоров, классов, но большое внимание было уделено именно столовым, именно местам, где приготовляется пища. Вот они отремонтированы в дальнейшем, чтобы у нас детки могли качественно и безопасно питаться в этих школах. Комфортно там меняется мебель, меняется посуда, меняется оборудование, на котором приготовляется эта пища. Оборудование устанавливается новое, современное. И на это тратятся наши бюджетные деньги. Вот одно из этих социальных направлений, которое оно есть. Кроме школ, школы, дороги, что еще? Мы целый блок образований берем. Ну да, потому что это еще и зерские сады. Да. Другое направление опять у нас меняются сети. У нас программа, и по концессии мы отдали многие, знаете, сети. У нас замена большая идет водовод в Красноглинце на Красную Глинку, водовод, где люди будут в дальнейшем получать качественную воду в достаточном объеме, который туда требуется. Дополнительно делается освещение. Сейчас, в преддверии Нового года, мы с вами можем посетить такое наше замечательное место притяжения, площадь Куйбышева, которое там вот вместо сказки светится достаточно комфортно, елки, горки, хоккейные коробки. Площадка для игры в городков в этом году установлена на площади, где на свежем воздухе наши жители могут хорошо отдохнуть и провести эти выходные, предстоящие праздники на территории этой площади. — Сергей Владимирович, время программы потихоньку подходит к концу. Вот что бы вы хотели в преддверии Нового года, потому что остаются считанные дни, пожелать жителям, пожелать избирателям, пожелать нам всем? — Я думаю, последнюю уже на протяжении двух лет, самое главное, у нас здоровье, успех. У каждого у нас есть какая-то своя, у кого-то большая, у кого-то небольшая мечта, чтобы это все получилось, но и, прежде всего, здоровье, позитивного настроения и хорошо провести предстоящие новогодние праздники в кругу семьи, в кругу друзей. — Спасибо, да, потому что мы вот за последние два года, мы, конечно, переоценили ценности и осознали, что здоровье — это самое главное, и вот чтобы мы могли пройти этот сложный период, выйти из него более сильными, и чтобы у нас... — Прежде всего, здоровье. — Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Рязанов, заместитель председателя Думы городского округа Самары. Берегите себя, с наступающим Новым годом, увидимся в 2022 году. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!